защиту камер я не использую абсолютной защитой и можно просто сделать вот так режим киноэффекта работает именно так здравствуйте меня зовут григорий и это канал true hike в этом видео я хочу поговорить про телефон iphone 13 pro и его использование в качестве такой камеры для outdoor активности для походиков и всего такого на природе вот сам телефон у него есть три камеры он такого приятного голубого цвета и это средний размер это не pro max это просто 13 прошка и я хочу начать не с того как он записывает видео а с того как я его позиционирую вообще позиционирую я его как нечто такое знаете среднее между обычной камерой то есть это может быть фотоаппарат беззеркалка зеркалка или камкодер и экшн камерой то есть это такое среднее звено почему потому что как правило у камкодеров и у фотоаппаратов ну может быть такая защита от брызг но это не полноценная защита и в воду с собой я бы его не взял у экшн камер в большинстве своем современных есть ну так сказать абсолютная защита от воды конечно мы говорим про пресную воду при использовании в соленой воде все равно необходим чехол телефон же можно использовать как нечто такое среднее то есть он не боится дождя он не боится падений если использовать правильный чехол про чехол я сейчас расскажу и вообще про защиту телефона но в то же время если вы его окунули в воду намочили разъем зарядный намочили его весь потом решили его зарядить подключили зарядку к телефону то есть риск что может выгореть либо разъем либо зарядный провод нельзя как на экшн камере открыть герметичный лючок с аккумулятором заменить аккумулятор и продолжить съемку предварительно придется высушить вот этот разъем этот факт отличает мобильный телефон от такой нормальной экшн камеры то есть после окунания его в воду или попадание под дождь перед тем как его зарядить вы должны высушить разъем как понять что он высох но я даже не знаю наверное надо как-то сушить его дуть в него там убедиться что он сухой уже после этого заряжать и так теперь давайте поговорим про защиту этого телефона под защитой я подразумеваю использование чехла использование стекла который будет защищать экран и в каких-то дополнительных аксессуаров сразу оговорюсь что защиту камер я не использую почему я этого не делаю я расскажу в конце видео ну а теперь перейдем к тому какую все-таки защиту я использую во первых это защита экрана она не обсуждается это стекло ну можно выбрать то которое вам нравится далее так включился фонарик я использую чехол это чехол фирмы кассете фай вот на нем это написано давайте сфокусируемся вот видите эту надпись на окантовке и вот именно этот чехол он относится к серии так сказать тяжелых час чехлов но с абсолютной защитой как бы он очень надежно защищает телефон чем это достигается это достигается тем что телефон из него в принципе очень сложно вытащить значит если он упадет он не как бы не покинет чехол и не разобьется также тут есть как бы выступ который защищает камеры а также тут есть бортик который дополнительно защищает экран а самое главное тут есть такие резинки давайте я вам их покажу когда я его покупал они были все приятного салатового цвета но со временем на них скопилась грязь и эта грязь ничем не ну короче не оттирается вот это для меня было конечно неожиданностью далее чехол это хорошо от падение он защищает но есть же еще один аспект этот аспект заключается в том что телефон может утонуть у меня был такой случай ну падал во первых мой samsung в воду я его успешно достал все было нормально но в прошлом году был хороший такой поводок и я на покрафте поплыл по речке меня прижало начала затапливать и из моих рук выскользнула gopro это была восьмая gopro соответственно достать я не смог потому что поводок и ну было так знаете неприятно в моменте конечно поэтому телефон надо каким-то образом закрепить так чтобы избежать выскальзывание из рук и попадание в водяную среду поэтому на том же сайте к сети фай сейчас кстати наверное немного проблематично купить их продукцию но все-таки возможно если использовать какие-то такие посреднические компании которые помогают во-первых с оплатой а во-вторых с доставкой значит на том же сайте была приобретена вот такая штучка что это за штучка это по сути какой-то плотный материал и тут зафиксирована скоба кстати вот это скоба я думал что она зафиксирована прям как-то тут намертво но нет она на самом деле снимается и механизм тут такой же как у крепления ремешка часов к самим часам то есть подпружиненная такая защелка как же все это дело собирается берем крепление для ремешка устанавливаем его устанавливаем его в чехол и сверху уже устанавливаем телефон все теперь он тут надежно сидит далее мы можем взять какой-нибудь шнур и продеть его собственно в эту скобу я же заказал также с сайта к сети фай вот такой специальный шнур тут есть карабин и вообще ну я приятно удивлен тем какой он качественный то есть теперь берем все это дело вешаем себе на руку например и страхуем себя хоп и телефон повис а не упал такую штуку я использую когда гоняю на велике один раз даже помогала вот и естественно такую штуку я использую на воде потому что оставить телефон в воде это самое неприятное что может случиться ну кстати я использую его не только для этого например во время каких-то конференций разговоров его можно взять повесить вот так на шею и общаться не используя наушники а просто по громкой связи это очень приятно там когда варишь себе какую-нибудь очень вкусную еду не разговариваешь по защите еще можно добавить защиту камера но я ее снял и в конце видео я расскажу почему в этом чехле собственно телефону уже почти ничего не страшно и это приближает его к экшн камере перед вами такая обычная лесная подстилка телефон и можно просто сделать вот так поднять его запульнуть еще куда нибудь и ничего страшного с ним не произойдет скажите вы могли бы такое же проделать с вашей камерой с беззеркалкой зеркалкой или комкодером ну конечно нет что в экшн камере хорошо но я пользовался диджай экшн первого поколения и камерой gopro 8 это то что в настройках можно настроить их таким образом что ты нажимаешь кнопочку то есть доставишь камеру из кармана нажимаешь кнопочку и она через секунду уже начинает запись то есть ты не упустишь какие-то важные моменты запись начинается сразу я вообще пользуюсь телефоном на android это samsung у меня это galaxy s 9 и фишка самсунга в том что для того чтобы запустить камеру достаточно нажать на кнопку включения два раза нажали и вот мы уже себя снимаем на айфоне все работает немного не так и в начале я очень много негодовал по этому поводу тут система включения немного другая телефон заблокированном состоянии мы нажимаем кнопку включения и проводим свайп справа налево все мы также можем что-то снимать в данном случае это я давайте ещё раз покажу как это делается одной рукой нажали кнопку сделали свайп так нажали кнопку включения сделали свайп давайте покажу еще раз нажали кнопку включения сделали свайп и уже можем снимать, в данном случае фотографировать, либо переключаем в режим видео и начинаем уже снимать также одной рукой все, что хотим. То есть с этой точки зрения проблем никаких нет. Теперь поговорим про камеры. Тут есть три камеры, даже четыре. Это фронтальная камера, камера с трехкратным увеличением, так называемый портретный объектив, также классический, не помню сколько, наверное, 24 мм, но это с самой крупной матрицей и самым хорошим качеством видео. Ну и широкоугольный объектив, по-моему, это эквивалент 13 мм. Также он исполняет функцию макрообъектива, что тоже очень хорошо. Давайте сейчас я покажу, как выглядит и как звучит съемка на этот телефон. Ну то есть как он записывает не только видео, но и голос. Вот это сейчас именно запись на фронтальную камеру. Я записываю все видео, значит, в разрешении 4К с 25 кадрами в секунду. Потому что мне так нравится, потому что я записываю с тем же разрешением на все остальные камеры и с тем же, с той же частотой кадров. Ну и, в общем-то, мне это нравится. Себя я предпочитаю записывать именно таким образом, потому что, ну, во-первых, я вижу себя. Это как-то все-таки добавляет удобства. Конечно, у фронталки качество не такое классное, как у основных камер. Но все же, почему нет? По стабилизации. Давайте сейчас я выйду на дорогу и попробую пробежаться. Вот. Как-то так. Я думаю, что стабилизация, конечно, не идеальна, но при ходьбе каких-то вопросов она у меня не возникает. И, кстати, сейчас, ну и почти всегда, я записываю все это дело в, ну, с включенной опцией HDR. Так получается немного красочнее. И компенсируются темные и светлые цвета. То есть, картинка получается с таким, как это сказать, с большим динамическим диапазоном. Переключение между основной камерой и фронтальной происходит нажатием вот этой кнопки. То есть, сейчас мы снимаем себя, а сейчас мы снимаем что-то от себя. Далее, переключение камер происходит нажатием уже вот этих кнопок. Так, это широкоугольная, это основная и это теле. Сейчас я включу основную камеру и нажму кнопку записи. Я ее включил. Это камера с таким наилучшим качеством записи. И вот иду по лесу, по осеннему лесу. Качество стабилизации, как бы, ну, у меня, опять же, к нему претензий нет. Потому что все весьма хорошо. Можно попробовать поснимать паутину. Поснимать стволы деревьев. Все выглядит вполне себе. И сейчас я попробую поснимать ей себя. Конечно, вот у этой камеры качество гораздо лучше, чем у фронтальной. Но за счет того, что я себя не вижу, мне как-то, ну, не так комфортно. Хотя это, конечно, дело привычки. Зато должно иметь место какое-то вот такое натуральное боке. То есть размытие фона. Конечно, хорошо это или плохо, когда есть такое размытие. Это отдельный вопрос. Но кто-то его любит. Теперь давайте сменим объектив на широкоугольный. И посмотрим, как все выглядит с ним. Вот, сейчас вы видите, как выглядит лес на основной объектив. И сейчас на широкоугольный. Сюда влезает гораздо больше всего. Особенно это заметно, когда снимаешь себя. Этот режим мне нравится. Ну, опять же, можно снимать себя таким образом. Больше вмещается в кадр. А также можно снимать что-то перед собой. И особенно кайфово снимать, когда ты, например, едешь на велосипеде. И в кадр попадает не только дорога перед тобой, но и руль. Что ты захочешь. И это передает гораздо больше такой, знаете, атмосферы действия. Ну, по крайней мере, мне нравится на это смотреть. Звук, кстати, записывается с... С чего он записывается? Да, звук записывается с телефона. И вот именно так он звучит. Давайте попробую пройтись по дороге. Я вообще люблю такие широкоугольные камеры. Особенно можно остановиться и начать медленно поднимать камеру наверх. Переключаемся на деревья. Раз уж включен широкоугольный объектив, то сразу стоит обратить внимание на макрорежим. Так, давайте найдем что-нибудь, что можем снять макро. Отцепил карабин с ремня. И давайте попробуем поднести его поближе к камере. Видите, изображение абсолютно четкое. И при этом расстояние от объектива до предмета минимальное. Я люблю таким образом поснимать какие-нибудь, знаете, ну, можно листочки, можно даже иголочки. Потому что все это, ну, выглядит прикольно вблизи. Сейчас осень, уже на листочках как бы есть такой налет, пыль. Но, тем не менее, такими кадрами можно делать классные перебивки в видео. Плюс к тому, когда, например, плывешь на байдарочке, то, ну, опять же, прикольно так снимать все это дело на широкоугольник, как экшн-камерой. По сути, это эквивалент такой экшн-камеры, если брать по тому, что объектив захватывает в себя. Иногда хочется, конечно, приблизить. И для этого существует трехкратное увеличение. То есть, это увеличение не цифровое, а оптическое. Давайте сейчас попробуем им воспользоваться. Кстати, обратите внимание, как изменится запись звука. Потому что, ну, она меняется. Видимо, рассчитано на то, что мы кого-то увеличиваем, и этот кто-то будет что-то говорить. Поэтому, вот, сейчас я включил увеличение. И, соответственно, я думаю, что мой голос вы в данный момент слышите не так качественно, как при использовании двух других объективов. Можно бы слеживать где-нибудь там какого-нибудь зверька. Но, конечно, конечно, это увеличение. Все-таки не увеличение, там, топовых смартфонов Samsung или Huawei. Луну вы с ним не снимете. Ну, например, что-то такое снять можно. Значит, широкоугольное, стандартное и трехкратное телеположение. Что еще интересно? Интересно, как себя ведет телефон во время сильного ветра. Почему? Потому что, в отличие от камеры, приклеить сюда ветрозащиту, ну, я не знаю, можно ли это. Я смотрел, где находятся микрофоны и сделал для себя вывод, что, ну, сделать это нельзя. По крайней мере, при использовании вот в чехле и так далее, это как-то нереально. У меня есть отрезок, где я иду по Андроповскому проспекту в очень сильный ветер. Сейчас я его включу. Сейчас дует очень сильный ветер. Снимает сюда фронталку и выглядит такое неплохо, но ветер реально очень сильный. А в снизу из носа вышибает. И вот передача файлов с этого телефона на компьютер, на Windows, ну, это настоящая боль. Почему? Потому что тут используется, как и на всех айфонах, разъем Lightning. Кстати, на планшетах уже используется разъем Type-C. Но, правда, не на всех. Но на прошках, на последнем минике, на последнем Air 5 используется разъем Type-C. Разъем Type-C, он универсальнее, он быстрее. Особенно учитывая, что файлы, особенно видео, занимают довольно-таки много места на внутренней памяти, то Lightning это настоящее непотребство. Да, я использую AirDrop для того, чтобы передавать файлы, но это поддерживает только Mac, во-первых. А во-вторых, не всегда это работает идеально. Потому что, если отснять полноценный день, когда ты там хайкаешь, идешь куда-то, то, ну, зачастую там 50 гигабайт, они не улетят с первого раза, вылезет какая-нибудь ошибка, и все, в общем, не будет работать. Придется там выделять файлы, там штук 25, передавать их, одну пачку, потом еще одну пачку, потом еще одну пачку. Это не очень удобно, но, с другой стороны, ну, в принципе, это работает. Так, ну, вы посмотрели, как я поплавал, а теперь еще хочу вернуться к тому, что, ну, о чем я уже говорил, если в разъем попадет вода, то ее необходимо высушить перед тем, как телефон заряжать. Летом это не доставляет каких-то больших проблем и неудобств, но все меняется зимой. Почему? Потому что, если сюда попадает снег, а он туда попадает, потому что, ну, он либо идет сверху, либо куда-то оставляешь телефон на чем-нибудь, и он все равно попадает в снег, то летом просушить его, ну, не так сложно. Подул, там, выдул воду оттуда, подержал на солнышке, там, где-то в теплом кармане, еще что-то, и все вроде бы нормально. Но зимой снег при отрицательной температуре, он как бы там останется, и, ну, придется, как бы зимой жидкость не так хорошо испаряется, особенно в разъеме, и этот снег рискует там замерзнуть. Поэтому надо как-то его выковыривать, доставать. В общем, это намного сложнее, надо это иметь тоже в виду. Теперь давайте вставлю кусочек видео, как я плыл с ним на байдарочке. Ну, тоже как пример использования. Потому что байдарка, это все-таки то место, где воды очень много, и с каким-то неводозащищенным девайсом для записи видео плыть боязно. А то он упадет, и придется потерять очень много денежек. Это очень красиво. Я еще о чем сейчас подумал? Я еще подумал о том, вот я залез, а как я вылезать-то буду? Берега-то вон все какие. Как я на сугроб полезу? Я просто на него залезть не смогу, посмотрите. Теперь давайте скажу несколько слов про его, как бы, как долго он может работать от батарейки с одного заряда. Как правило, его хватает на один день. Но вот, например, когда я шел по Валдайской тропе, там я довольно-таки много снимал, там всякие подсъемки делал и так далее. Кстати, видео будет вот тут. То к концу дня он был разряжен почти в ноль. Если вести себя не так активно, то заряда хватает, ну, нормально, где-то 60% за день расходуешь, и еще 40% остается. Но это с учетом того, что, в принципе, этот телефон, как бы, мой рабочий телефон, и я им, ну, так особо не пользуюсь. Ни мессенджерами, ни чем остальным. Использую его, в принципе, только для съемки. Потому что все-таки, ну, как-то, с моей точки зрения, Android использовать удобнее и в плане навигации, и в плане записи треков, и во всем остальном. Хотя тут я использовал такие приложения, как Guru Maps, Osmond, ну, классический набор. Но все-таки по всем вот этим совокупностям, именно для использования как мобильным телефоном, мне камерой, Android мне по душе больше. Возможно, это помогает мне экономить заряд, потому что тут нет большого числа уведомлений, там, о поступивших письмах и так далее. И вполне можно рассчитывать на день нормальной съемки на этот телефон. Решил немного прокатиться на велосипеде для того, чтобы показать, как он снимает. Когда едешь на велосипеде, конечно, мне нравится снимать себе нашу рукоугольную камеру. Получается вот такая картинка. Тут как бы видно и как я еду, и где я еду, и что я еду именно на велосипеде. От первого лица тоже прикольно сделать вот так. То есть тут видно как бы и дорогу, и руль, и, в общем-то, все весьма приятно. А учитывая то, что езда на велосипеде весьма непредсказуемой бывает, можно наехать на корень или еще чего-нибудь, понадобится экстренно схватиться за руль, то пользоваться, конечно, обычным фотиком в этих делах мне не нравится, потому что банально жалко его. А тут, а тут все норм. Снимаешь то, что находится сбоку, снимаешь то, что находится с другого боку, и вроде бы все нормально. Так, еще хочу сказать пару слов про память. У меня версия на 128 гигабайт, самая такая начальная, Ну, потому что банально работодатель не будет покупать там более навороченные модели. Поэтому может возникнуть проблема с тем, что память телефона заполнилась, видео записывать больше некуда, и что в этом случае делать? Решение я нашел. Я использую переходник Lightning на microUSB, и просто если... Ну, на самом деле я им не пользовался в полевых условиях, но такую возможность прорабатывал, то есть пользовался дома. Банально подключаешь флешку эту, заказал на Алиэкспресс за 150 рублей переходник, берешь с собой microSD-шку, этот переходник, и скидываешь видеофайлы на эту флешку там, когда, например, лежишь в палаточке в сухости и тепле. Но тут есть один нюанс. Так как тут используется Lightning, что соответствует стандарту USB 2.0, то передача файлов занимает много времени. С этим уже ничего не поделаешь. Ну, естественно, на iCloud рассчитывать не стоит, как и на другие облака, если ты... Ну, неизвестно, где будешь находиться. Если ты находишься в городе, то, пожалуйста, используй любое облако, которое тебе нравится, скидывай туда файлы, и проблем никаких нет. На самом деле, со 128 гигабайтами тоже проблем особо нет. Но вот лично мне приятно открыть телефон, посмотреть там всю историю, там, когда я где-то был, там полгода назад записывал видосы, посмотреть их. Тут же такого не получается. Тут же приходится скидывать все видеозаписи на компьютер и хранить их уже там на каком-то отдельном накопителе. Вот. Но, тем не менее, на там несколько дней можно записывать, хоть обзаписываться видео, и памяти на это дело хватит. Для того, чтобы это было более-менее удобно делать, я воспользуюсь таким кредлом для телефона. Устанавливаю его сюда. Использую переходник для подключения микрофона. И сам переходник устанавливаю в башмак сверху. Получилась вот такая конструкция. Давайте я переверну телефон для того, чтобы записывать себя не на фронтальную камеру, а на какую-то либо основную, либо широкоугольную. Теперь все это дело выглядит вот так. Включаю запись. Так, запись видео. Давайте нашу широкоугольную камеру. И попробую себя позаписывать вот таким образом. Сейчас телефон получает как бы аудиопоток с микрофона, который установлен на нем. Это микрофон Rode VideoMicro. Такой, знаете, самый маленький микрофон начального уровня. Он установлен без ветрозащиты, потому что если ветрозащиту установить сверху, то она такая, знаете ли, большая и весомая, что она немного попадает в кадр. Конечно, в этом нет ничего особо страшного, но так, небольшая мелочь. Если записывать себя не на широкоугольную камеру, а на обычную камеру, то все будет нормально. И сейчас вы как раз слышите звук с внешнего микрофона. Казалось бы, это хорошо. Почему бы так всегда не использовать? Ну, извините. Если телефон водозащищен, а микрофон не водозащищен, получается не очень хорошо. Мы уже теряем преимущество использования телефона в сложных погодных условиях. И теряем преимущество быстроты настраивания всей этой конструкции к записи видео. Потому что нам надо установить все это дело в кредл, нам надо все это дело тащить. Короче, теряется вот весь этот цимус того, когда ты достаешь телефон из кармана и начинаешь снимать. А это очень приятно. Поэтому я, ну, я, в общем-то, не использую внешний микрофон. Возможно, когда-то редко, иногда, но по большей части нет. И фактически, ну, фактически, почти что всегда я использую стандартные микрофоны телефона. В том случае, если вы захотите, например, снять что-то от себя, как бы смотреть в экранчик и снимать, то для того, чтобы звук записывался корректно, вам придется перевернуть микрофон на себя. Тогда уже будет, соответственно, хорошо. Прелесть использования телефона как раз в том, что, и быстроты во включении, в том, что он, как бы, ну, всегда лежит в кармане. Ты его достаешь, включаешь и начинаешь что-то делать там. Записываешь то, что бы ты ни записал в обычных условиях, потому что это упрощает процедуру. Ну, например, давайте вставлю вам видосик, как я намешиваю бензин с двухтактным маслом. Видос получился довольно сумбурным, потому что, ну, я как-то к нему, в общем-то, никаким образом не готовился, просто рассказал то, что было в голове. Осталось показать, почему я не использую защиту камеры. Значит, я это засниму вечером. Хотел сказать пару слов про защиту камеры. Когда она на объективе, в таком случае получаются вот такие силуэты от фонарных столбов. Плюс это еще не все. Если включить вспышку, я сейчас покажу, какие будут засветы. Вот, видите, на широкоугольной камере огромные засветы. Если переключимся на основную, они тоже очень хорошо заметны. Это при включенном фонарике. Для сравнения, сейчас фонарик включен и засветов нет. Сейчас фонарик выключен и засветов также нет. Все видно куда более хорошо. Режим киноэффекта работает именно так. Вот сейчас это лучше видно, потому что я нахожусь как бы уже не в лесу, а среди города. На моем фоне находится магазин, находятся какие-то машины, находятся здания. И все это подразмыто в фокусе один лишь я. Честно говоря, это выглядит прикольно. Возможно, я это буду использовать. И вот сравнение видео с обычной фронтальной камерой без киноэффекта. Ну, по сути, все то же самое, только нет размытия. Зато есть четкость. Видно, на каком фоне я нахожусь и что я тут делаю. Точнее, что делают люди на заднем плане. Широкоугольная камера в условиях города показывает что-то такое. Ну, на самом деле, разницы не особо много, но тут больше деталей, тут больше зданий, тут не такой однородный фон, как в лесу, просто листья. Поэтому тут есть на что посмотреть и есть чем сравнить угол захвата. Сейчас переключу на стандартную камеру. Так, теперь камера стандартная. Вот, в общем-то, видно. Ну, видно то, что видно. Есть какая-то такая естественная небольшая бокешка. Даже не бокешка, а какие-то нотки этой бокешки прослеживаются. Но... Но... Есть ограничения по углу обзора. Он гораздо меньше. И гораздо меньше видно, что происходит сзади на моем фоне. В заключение хочу сказать, что, конечно, частенько хочется взять с собой фотоаппарат. Но фотоаппарат надо защитить от влаги, обеспечить то, чтобы он не ударялся ни обо что. То есть, просто закинуть его в рюкзак не получится. Надо его там, ну, либо в герму упаковать, либо еще во что-нибудь, либо специальный кофр для него нести. Также фотоаппарат долго вытаскивать. Если это не мешочек, который, ну, подвешен у вас на лямках рюкзака. Ну, и, в общем-то, фотоаппарат это больше ответственность. Телефон же лежит просто в кармане. Ну, и на него получается как-то снимать видосики. Поэтому, почему бы и нет? Вот я сейчас смотрю на себя как бы с камеры, с телефона, и все получается вполне ничего себе. Сказать, что именно iPhone снимает видео лучше, чем другие телефоны. Ну, я этого не скажу. Просто он у меня есть, и я им снимаю. Я смотрел видео с тех же самых Samsung'ов на большом экране. Ну, и знаете, по сути, разницы как бы нет. Ну, я ее не увидел. Возможно, в каких-то мелочах, в чем-то еще. Но я бы, наверное, как бы не говорил, что вот iPhone'чик снимает топчик. Он снимает весьма хорошо, но есть, я думаю, другие варианты. Возможно, я какими-то из них заинтересуюсь в будущем. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если какие-то вопросы у вас появятся, какие-то замечания, потому что все-таки я как бы не профессиональный контент-мейкер, я просто такой, знаете, рядовой пользователь, то пишите их в комментариях. Ну, вопросы тоже, конечно, напишите в комментариях. Я с радостью отвечу, если знаю об этом. Также можете заходить в Telegram-чатик. Ссылку оставлю в описании. И тоже спрашивайте о чем-нибудь таком. Также интересно, как вы решаете эту проблему. Потому что на текущий момент, вот именно для съемок, как бы, в аутдоре, в суровой природе, я вижу для себя какие варианты. Ну, либо это защищенная от воды экшн-камера, либо это мобильный телефон. Вот как-то так. У всего есть свои плюсы и минусы. Плюсы экшн-камеры в том, что там есть съемный аккумулятор, там есть микро-SD-шка, можно вообще не безопаситься. О том, что ее можно замочить, или о том, что память закончится, потому что микро-SD-шку взять с собой очень просто. Но в то же время, вот по опыту эксплуатации GoPro-шки, блин, сколько я наелся с ней всего вот этого нехорошего. Возможно, у меня был такой образец, но, вот как сейчас помню, грибу такой, грибу, 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 хоп, посмотрю, а она что-то не снимает, или не выключается. Блин, что это? Хотя, говорят, в десятке сейчас многое поправили, и глюков почти нет. Но, знаете, осадочек остался, и вот при выборе купить себе там GoPro 10, или взять рабочий телефон, который тебе дали для работы, и снимать на него, ну, я выбрал, в общем-то, второй вариант. Такие дела, такая история. Всем вам всего хорошего, спасибо, что вы посмотрели это видео, ну, и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok